Вы слушаете Радио России Ульяновска. С вами Наталья Юкозина. Добрый вечер. Душевный разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хочу прочесть вам отрывок из романа Ольги Шейпак «Век Астреи». Астрея в греческой мифологии дочь Зевса и Эфемиды – богиня справедливости, сестра стыдливости, обитавшая среди счастливых людей Золотого века. Затем испорченность людских нравов заставила Астрею покинуть Землю и вознестись на небо, где она почитается под именем Созвездия Девы. «Век Астреи» «Век Астреи» Глава первая. Люба впервые летела в Европу, да не просто в Европу, в Италию. И когда самолет приземлился, она, как алчная чайка, готовая ринуться в морскую пучину за сытной рыбой, глотнула кипящий воздух туристического хаоса. И замерла от счастья. Италия, Рим, Флоренция, Венеция. Хочу все. И все готовы переварить, потому что голодна, потому что жизнь давно замерла. Когда волна житейских событий утихает, а потом и вовсе исчезает, уходит в песок времени, остается суша, которая быстро лишается живительной влаги и превращается в выжженную пустыню. Вот тогда и обозначается граница, разделяющая судьбу на то и после. Она и есть у всякого человека, только выглядит по-разному. Первая половинка жизни, беззаботная молодость, похожа на гоночную машину. Вперед, вперед и как можно быстрее. Но в какой-то момент она обязательно наталкивается на непреодолимую преграду, высотую в китайскую стену и разбивается в дребезге. Из того, что уцелело, складывается то ли трехколесный велосипед, то ли инвалидная коляска. И это нечто катится потихоньку по незаметно сужающейся дороге жизни к ее неминуемому исходу. Да, схема столкновения у всех одна. Но вот набор событий, декораций, действующих лиц неповторим и разнообразен. Любину катастрофу можно коротко описать несколькими мазками. Первое и главное. Умер муж Игорь, с которым прожито почти 30 лет. Вместе ходили в походы, ездили на Грушинский фестиваль и пели у костра задушевные песни. Второе. Сын Пашка выучился в институте и уехал в Москву на заработки. Таким сыном можно гордиться. Самостоятельный, добрый, ответственный. Но в какой-то момент Люба поняла, что Павлик, вылетев из гнезда, живет другой, далекой-предалекой жизнью, изредка вспоминая о том, что был у него отец, но умер. Жаль. Жива мать пока. И третье. Незначительное, но многозначительное. Остановился старый будильник. Не тикает, не трещит по утрам, не трубит подъем. Никого не будет. Время замерло, как в песочных часах. Первая чаша опустела, и чтобы песчинки времени зашевелились, вновь ее надо перевернуть вверх тормашками. Но как это сделать? И стоит ли пытаться? Жизнь промелькнула, как немой кинофильм, где кадры меняются с той виртуозной скоростью, с какой тапер ударяет по клавишам расстроенного пианино. Экран потух. А зритель уже позабыл о картинке. Осталось горькое ощущение какой-то невосполнимой потери. Вы слушали отрывок из романа Ольги Шейпак «Век Астреи». Ольга Шейпак 25 лет проработала в ульяновском краевическом журнале «Мономах». 16 лет из них была главным редактором. Краевический журнал «Мономах» можно смело назвать достоянием культурной жизни нашего региона. Из номера в номер, и так уже 25 лет, журнал радует своих читателей удивительными краевическими статьями. Стоит только открыть любой номер журнала, и оторваться уже невозможно. Настолько он интересный, настолько захватывающий. События и люди. Вот о чем рассказывает нам журнал. Слушаем Ольгу Шейпак. Наш журнал продержался дольше всех региональных журналов. В 90-е годы таких много было журналов. Они родились, они существовали какое-то время. А вот «Мономах» существует до сих пор. И это действительно чудо. Возможно, оно связано с названием. Я так объясняю, с одной стороны, название. «Мономах», который в годы разрухи и в средневековье, и в наши годы разрухи, в 90-е годы напомнил нам о том, что если крепка семья, крепко государство. И вот этот завет, который много веков люди вроде бы знают, но не всегда исполняют, и он остается наиважнейшим и очень-очень актуальным и сегодня. Крепка семья, крепко государство. То есть, если мы ценим свой род, ценим историю своего отечества, значит, впереди у нашего государства есть будущее. И у наших детей есть будущее. Вот этот завет, он во главу угла поставлен, был, и он остается именно таким. Я очень благодарна Вячеславу Николаевичу Егорову, который задумал этот журнал, так назвал, потому что противников у названия было очень много. Вот как-то под приглядом «Мономаха» мы и по сей день живем. И все-таки как удалось удержаться на плаву? Я думаю, что люди, которые прикасались к этому журналу, они все такие патриоты нашего региона, без которых не только журнал бы не смог существовать, но и, наверное, научная деятельность музеев не была бы такой плодотворной. Не было таких результатов вообще в области краеведения. Удивительно, что тот общественный совет, который был создан в 90-е годы, он работает до сих пор. И коллектив авторов, да, он меняется, омолаживается, сейчас новым редактором он помолодел журнал, но костяк остается прежним. И редакционная политика согласованно рождается вот через этот совет редакторский из краеведов-общественников. А это люди уникальные. Это, я считаю, вообще цвет нашего общества. И мы все очень должны быть благодарны за то, что они работают. И Ольга Бородина, Татьяна Громова, Иван Сивопляс, Антон Шабалкин, Лев Нецветаев, Сергей Борисович Петров и многие-многие другие. То есть они как были около журнала, вернее, в его центре, так они остались. Ваши любимые авторы и любимые темы? Вообще очень сложно говорить об авторах. Я их всех люблю, очень уважаю и повторяю, что без них ничего не было бы. Потому что ведь если взять любое другое издание, газету, журнал, это все-таки издание, где работают профессионалы-журналисты. А это издание существует на энтузиазме краеведов, не всегда пишущих. Они все очень разные. Есть те, кто ищет, находит и дает нам очень такой важный материал. Где-то при литературной обработке немножечко видоизменяется. Но, тем не менее, вот этот поиск ведется, и это очень важно. Есть краеведы, которые прекрасно пишут и очень интересно, увлекательно. Но я думаю, что для всех, для нас интересны темы, связанные с личностями. Вот сейчас, по прошествии многих лет, я ведь приезжий человек, и я не сразу полюбила Ульяновск. Именно Мономах помог открыть для меня этот город. Причем не просто открыть, а соединить века во единое целое. Я иной раз иду по улице, мимо какого-нибудь дома, особенно в старой части Сибирска, Ульяновска. И вспоминаю тех, кто жил в 19 веке, в 18 веке, в начале 20-го. И вот эти судьбы, они очень интересны, зная об этом, когда их любишь. Конечно же, ты любишь город. И я думаю, что для читателей тоже самые интересные темы, связанные с судьбой людей, живших в нашем городе, и повлиявших на историю, на культуру нашего города. Я думаю, что если мы и дальше все-таки сможем сохранить журнал, а 25 лет – это же очень большой срок для такого издания четверть века, то и мы наших детей и внуков тоже сможем приобщить к реведению и показать, насколько интересен наш город и насколько важны эти корни. Поэтому, наверное, не случайно, если мы говорим с вами о том, почему удержался журнал, ведь не только благодаря авторам, это я сейчас на ходу так рассуждаю и думаю, ведь во многом благодаря читателям. А читатели кто? В первую очередь учителя средних школ. Мы на них нацеливали издания, мы через них хотели достучаться к молодым, чтобы они что-то рассказали на уроках, на классных часах об истории нашего края. И действительно это вот было так, и учителя, библиотекари, музейные работники – это основная такая читательская аудитория была и остается, и они несут эти знания дальше, вот именно к молодежной аудитории. Это очень важно. Но ради этого, собственно, и мы работали, и, может быть, потому и я так люблю на намах. Это смысл моей жизни четверть века, конечно же. Самый счастливый период. А счастливый потому, что мы знали, все, кто работал в журнале и кто писал, знали, ради чего это делается. Смысл был. И девиз на журнале был и остается для нас очень важной – пользуясь для Отечества. Это не громкие слова. Мы как-то стесняться стали, патриотических слов таких. Но это действительно хотелось какую-то хоть маленькую пользу для Отечества. Что в твоих силах? Сделай то, что ты можешь. И это уже будет много. Гран-при краеведческого журнала «Мономах» и творческий статус «Человек года». Эту награду ульяновская писательница Ольга Шайпак получила по итогам 2019 года. Сегодня мы слушаем и саму Ольгу Шайпак, и читаем отрывки из ее художественных произведений. «Судьба – сложнейший лабиринт», – так Ольга Шайпак назвала литературное эссе про Дмитрия Ознобишина. Его называли «Золотой лирой Пушкина». Жизни творчества нашего земляка Дмитрия Петровича Ознобишина интересовали и до сих пор интересуют многих исследователей. Его личная жизнь, творчество, необыкновенная и многотрудная жизнь постоянно пропуждают интерес к его многогранной личности. Это о нем – талантливый поэт, писатель, очеркист, историк и краевед, фольклорист, полиглот, владевший более чем двадцатью языками, переводчик, почетный попечитель Симбирской классической гимназии, действительный статский советник, наконец, библиофил, чье богатейшее собрание книг составляет на негордость ульяновской областной научной библиотеки. Такой человек является в мир нечасто. Судьба Дмитрия Ознобишина – сложнейший лабиринт, полный тайн, тянет на острый сюжетный детектив. Считается, что богом отмеченный человек страдает больше. Страдания Дмитрия Ознобишина велики необыкновенно, но прежде чем рассказать о его судьбе, о нелегких путях, дорогах, начну с моей дороги в Инзу, чтобы напомнить о событиях, произошедших на родине поэта в конце прошедшего столетия. Жаркой Инзе. В 1993 году в Ульяновской областной научной библиотеке состоялась презентация книги стихов Дмитрия Ознобишина, вышедшей под редакцией и при непосредственном участии талантливого востоковеда, владеющего фарси и другими восточными языками Татьяны Гольц. Она еще в юности, будучи студенткой восточного факультета МГУ, открыла для себя чарующую красоту поэзии Ознобишина и защитила диссертацию по его творчеству. А в смутное время перестройки приехал на жительство в Инзу, чтобы увидеть родные места любимого поэта и попытаться найти его могилу. Летом 1997 года я направилась в Инзу познакомиться с Татьяной Гольц и узнать, к чему привели ее поиски. Однако странную историю услышала я о ней. Никого не принимает, живет в затворнице после смерти дочери. Ученый-востоковед редкого дарования. Она мало кого интересовала в то тяжелое время в маленьком городишке. До сих пор ругаю себя, что очень долго оттягивала свою поездку. Корю себя и за то, что не настояла на встрече. Вскоре Татьяна Гольц добровольно ушла из жизни. А мне так нужен был ее рассказ. Да и ей, возможно, очень важно было в момент полного уныния встретить человека, искренне интересующегося судьбой Дмитрия Ознобишина. В растерянности брела я по пыльной инзе, а навстречу мне местная учительница Надежда Волоскова, которая тоже интересовалась Ознобишином и занималась поиском его могила. На мое удивление по поводу случайной встречи она сказала, «Так ведь сегодня день рождения Пушкина!» И мы направились к ней. От Надежды Волосковой я услышала страшный рассказ о том, как после революции был разорен склеп Дмитрия Ознобишина. Сначала крестьяне разграбили дом, а потом прошел слух, что барин похоронен сокровищами, и тогда вскрыли захоронение. Над телом покойного глумились, пока чья-то добрая рука не предала его земле. Однако в июне 1989 года последовало известие о новом разрушении родового склепа Ознобишинах, теперь уже в связи с земельными работами в районе Китовки. Вот что писала Надежда Волоскова по этому поводу в местной газете. Что же открылось взору? Вздыбленная земля, буквально втоптанная в вязкую ее массу, останки покоившихся здесь многие десятки лет. Но это, видимо, не замечали те, кто проводил водопровод к дому. С тех пор прошло немало времени, а желание восстановить картину жизни, забвение и воскрешение поэта-земляка не угасло. Вы слушали отрывок эссе, написанный Ольгой Шейпак про Дмитрия Ознобишина. Можете назвать историческую какую-то личность, которая и родилась, эта историческая личность у нас, и проживала, и творила. Вот то, что вы полюбили, и что неразрывно связано с историей нашего города. Начну, наверное, с фамилии самой древней, Мясниковы-Твердышевы. О них писали не раз, с разных ракурсов, потому что именно с них начинались знаменитые роды России. По легенде, они получили помощь от Петра Первого, и открыли металлургические заводы, разбогатели. И далее, если брать, лучшие дома в Петербурге. Это уже их потомки. К сожалению, у самих местников и Твердышевых были девочки, и вот эти изначальные фамилии ушли, забылись. Но, тем не менее, можно перечислить до ста фамилий известных родов российских, которые связаны именно с начинателями, с нашими симбирянами. И далее дома в Москве. Взять этот знаменитый дом Казицкой, с которым связано имя Марии Волконской. И там же читалось стихотворение Пушкина, когда она уезжала к мужу в декабресту. Это, конечно, очень-очень интересно, и этому можно посвятить даже не одну книгу, если браться вот за эту тему, все вместе собрать. Конечно же, мы должны гордиться Ивашевыми. Я очень люблю эту семью, и у меня есть пьеса, посвященная Ивашевым. Это интереснейший род не только с точки зрения деятельности Петра Никифоровича, который был инициатором вот этого памятника, украсившего наш город Карамзину. Он же добился разрешения императора, и он организовал сбор денег на памятник. Он подвижник Суворова, он большой вклад внес в военную историю, историю побед вместе с Суворовым. Но дальше, если мы рассмотрим судьбу, и его дочерей, очень ярких деятельниц. Сам Василий Ивашев декабрист, его уникальная такая красивая очень любовь, скамела и ледантики, его потомки, которые тоже оставили след в истории нашего края. Конечно же, нельзя не сказать о Языковых, мы очень гордимся. И сохранен дом, литературный музей, который теперь в настоящее время, дом Языковых. Это память и о посещении Пушкиным, Симбирска. Это и все литераторы знаменитые. Конечно же, как литератор, я не могу не гордиться тем, что у нас жил Гончаров, и наш город и его окрестности вдохновили его на романы «Обрыв» и «Обломов». Ну и поэты, конечно же, и фольклористы, и сказочники. Благодаря Садовникову мы имеем такое богатое наследие. Оно было передано братьям Языковым, и они смогли это все собрать воедино, опубликовать. Ну, в общем, о «Кровиде» не можно говорить часами этих замечательных людях нашего Симбирска. Но лично я очень люблю Федора Левчака. Меня его судьба настолько потрясла, и то, что мы сегодня наблюдаем, то, что осталось от него в нашем городе, и мы восхищаемся этими домами Левчака, это тоже вдохновляет на литературные вещи. Вот кроме небольшой пьесы, которую я ему тоже посвятила, я думаю, что, если Бог даст силы, я смогу написать роман, у меня есть такая мечта – посвятить его Садову Левчаку. Так что очень много интересных лиц. У микрофона Наталья Юкозина я продолжаю наш вечерний душевный разговор с ульяновской писательницей Ольгой Шейпак, которая по итогам 2019 года стала главным победителем краеведческого журнала «Мономах» и обладателем приза в виде шапки «Мономаха». 25 лет Ольга Шейпак проработала в журнале «Мономах», 16 лет была главным редактором. Создала боевой редакционный совет, состоящий из достойных современников, среди которых историки, литераторы, краеведы. Журнал стал инициатором творческой премии «Шапка Мономаха». И вот уже на протяжении долгого времени, несмотря на экономические перипетии, эта премия ежегодно вручается лучшим ульяновским исследователям в области краеведения. Премия вручается за победу в четырех номинациях. За заслуги в области региональной историографии, за заслуги в области литературного творчества и молодому автору за лучшую публикацию года. Их главная премия – Гран-при. Ею удостаивается Человек года за продвижение культуры, нравственности и духовности. Мы поспешили поздравить Ольгу Георгиевну с главной наградой. И хотя она уже несколько лет не является главным редактором, журнал «Мономах» любит, как и прежде, и считает своим детищем. Уже три года вы не являетесь главным редактором журнала «Мономах». А чем занимаетесь? Я пишу. Если говорить о дальнейшей судьбе «Мономаха», скажу в адрес нового редактора. Я очень рада, что молодая, инициативная пришла редактор журнала Ольга Шипова, и она успела полюбить этот журнал. То есть невозможно там работать, если не любить. Это нужно быть патриотом своего края, патриотом вообще этого дела, чтобы сохранять, развивать журнал и давать ему свежие силы в виде новых авторов. Вот она смогла удержать планку и дальше ее приподнять и нести этот флаг очень достойно. Но я надеюсь, что я все-таки продолжу, конечно, и что-то публиковать в журнале, потому что есть мысли, есть темы, которые волнуют, и надеюсь, что я не потеряю связи с «Мономахом». А тут я смогла, освободившись от таких официальных должностей, исполнить свою давнишнюю мечту молодости. Я теперь преподаю театральное дело в школе, в театральный кружок, и продолжаю писать небольшие пьесы краеведческого содержания. Их уже много накопилось у меня. Мы ставим с ребятами, я как бы опробирую это своими силами, и в то же время мне хочется сделать краеведческие вот эти интересные темы, любовные темы, может быть, патриотические, такие связанные даже с героями нашими, с имбирянами, доступными простым ученикам. И я думаю, что я смогу это выставить на сайтах, где-то через интернет, через публикации, чтобы учителя школьные могли использовать этот материал для постановок. Это как доступная форма для того, чтобы наши дети любили наш край и гордились своими земляками. А чем объясняется такая любовь к театру? Да, это с молодости я занималась, когда еще была студенткой в театральной школе. И когда приехала в Ульяновск по распределению моего мужа, я работала в школе, и у нас был свой тоже драматический кружок, и мы ставили пьесы. Но теперь, когда накоплен опыт краеведческих знаний, мне хочется этот театр школьный сделать с краеведческим уклоном. И вот на практике это теперь удалось все соединить. Ничто о театре, краеведческие знания и педагогический опыт. Расскажите, пожалуйста, про свое произведение. Что написано? О чем написано? Во-первых, это труд очень долгий. Материалы собирала, можно сказать, даже всю жизнь. Но последние 10 лет удалось раскопать через архивы очень интересные сведения. И все это соединилось с историческим романом, который охватил три века. Это не кривическое произведение, но оно с широким географическим охватом. И с широким охватом историческим. Поэтому довольно-таки сложное, можно сказать, и где-то философское, потому что через историю мне хотелось вообще понять и сказать о том, что нас ожидает в будущем. Если мы уйдем от своей веры, от всех обязательств, которые мы имеем перед своими предками, то мы не сможем повлиять на будущее и помочь своим потомкам. То есть задумка была такая непростая. Не знаю, что получилось. Пока я пробировала на близких читателях, ну, несколько десятков человек прочли. Вроде бы все в порядке. И я сейчас думаю о том, что он должен в скором времени появиться на свет, этот роман. Ольга Георгиевна, мы от всей души поздравляем вас из гран-при конкурса «Шапка Мономаха». Вы получили такой замечательный статус, как человек года этого литературного конкурса «Шапка Мономаха». И хотим от души, чтобы все ваши творческие планы, задумки осуществились. Спасибо вам большое. Желаю благотворно работать дальше на благо нашего региона. Вы слушаете душевный разговор с ульяновской писательницей Ольгой Шейпак. И вновь я обращаюсь к ее литературному творчеству. Послушайте отрывок из пьесы, которую она написала для постановки в музее гимназии, музее заповедника Родины Ленина. Действующие лица – исторические реальные персоны столетней давности. Песнь о любви над Вожской далью. Действующие лица – Аполлон Аполлонович Каринфский, поэт, Александра Жулебина, Федор Михайлович Керенский, директор Симбирской мужской классической гимназии, Маман Сашеньки Жулебиной. Сцена вторая. Кабинет директора Симбирской мужской классической гимназии Федора Михайловича Керенского. Он ходит взад-вперед, заложив руки за спину. Аполлон Каринфский стоит перед ним, понурив голову. Директор. Я не понимаю, Каринфский, что с вами происходит? Вы второй год сидите в шестом классе, а учитесь все хуже и хуже. Что приключилось? Аполлон. Скучно, серо. Мне неинтересны никакие предметы, кроме словесности. Да и то, господин директор, помнится, когда вы ввели у нас уроки словесности, я был увлечен. А теперь и там скука. Мне безразлично стало гимназия. Я давно читаю то, чего требует моя душа, а не то, что разбирается на уроках. Да и как разбирается? Как на анатомическом столе мертвец. Меня тошнит от таких уроков. Директор. Да вы вольнодумец, Каринфский. Вы сию минуту посмели мне, директору, пожаловаться на качество уроков, а значит на педагогов. Это прозвучало оскорбительно по отношению к вашим учителям. Я давно услышал, что вы читаете не по программе, а что в голову взбредет, в то время, как министерством обозначены совсем другие перечни книг. Аполлон. Я читаю лучшее, что оставило нам история. Что же касается качества уроков, то не скрою. Я привык говорить правду, господин директор. Директор. Я тоже предпочитаю правду, чего и добываюсь от вас. Признайтесь же, Аполлон, вы собираетесь заканчивать гимназию? Аполлон. Признаюсь с огромным удовольствием. Нет и нет. Я давно хотел подать заявление об увольнении из гимназии. Да все, духу не хватало. А теперь, раз уж вы меня вызвали, позвольте, я это сделаю незамедлительно. Директор. Да я вовсе не для этого вас вызвал. Побойтесь бога, вы были блестящим гимназистом. Я хорошо помню, как в начальных классах вы соревновались в учебе с Владимиром Ульяновым и составляли ему конкуренцию на получение первой степени. Но в шестом классе вдруг покатились в успеваемости назад и назад, и вот до чего докатились. Бросить гимназию. У вас ведь сплошные пропуски. Аполлон. Ну так что же, директор. Уж не влюбились ли вы? Простите за прямой вопрос. Аполлон. Это не имеет ровно никакого отношения к успеваемости. Я волен сам выбирать дорогу. И я уже решил, буду сочинителем, поэтом. А в заключении несколько слов о самом нашумевшем романе Ольге Шейпак, за который в 2010 году она получила престижную литературную премию имени Ивана Гончарова. Это роман под названием Фёдор Обломов. И хотя фамилии главного героя пишется с буквы А Обломов, всё равно слышится привычное Гончаровское Обломов. Роман Фёдор Обломов остросюжетное философское произведение, в котором переплетаются две эпохи времена Ивана Гончарова и современная действительность. Автор пытается ответить на вопрос, жив ли сегодня Обломов? А если жив, то каков он? О чём думает? От чего страдает? В диалогах с писателем Гончаровым использованы цитаты из произведений Обломов, Обрыв, Обыкновенной истории, Нимфодора Ивановна, Необыкновенная история. Роман Ольги Шейпак увлекательная книга о нашем современнике, который ищет смысл жизни с опорой на веру. Шаг за шагом, ошибаясь и постигая, идёт герой своей дорогой, интуитивно чувствуя, где истина. Роман-перекличка с бессмертным романом Гончарова и его философии жизни и места человека в ней. Идеалы прошлого и настоящего переплетаются и находят место в дне сегодняшнем. Из романа Фёдор Обломов Ольги Шейпак Житийское море бросает лодку земного путника то на мель, то на скалы, то рифы встретятся на пути, то айсберг. На смену бури приходит штиль и снова буря. Кто знает, как правильно управлять этой лодкой и куда держать курс. Гончарова для постижения этой тайны оставил нам важные знаки на полотнах романов. Фрегат Паллада вошел в его жизнь задолго до кругосветного путешествия. Открылась писателю мудрость кормчива, которому не страшны прихоти природы, незнакомые бесплодные страсти. Что такое кругосветное плавание? Движение по окружности, нелишенное центробежной силы. Так ведь и земная жизнь, движение по заданному кругу, тяготеющее к опоре, и эта опора душа. Прозвучал заключительный отрывок из романа Федор Обломов, написанный ульяновской писательнице Ольгой Шейпак. Сегодня мы встретились с ней, чтобы поздравить заслуженной наградой главной премии «Человек года» краеведческого журнала «Мономах». Вот и все. Эту передачу для вас подготовили Наталья Козина и Александр Филатов. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин